Павлодарские ветераны Семипалатинского ядерного полигона поздравили своего сослуживца Серика Нукенова с исторической датой 29 августа, днём закрытия полигона. Друзья передали ему почётную грамоту Акима области. В течение 40 лет на Семипалатинском полигоне проводились испытания ядерного оружия. Последний взрыв на полигоне прогремел 19 октября 1989 года. За это время десятки юных солдат из нашего региона отправились служить на данную территорию, про которую они не могли рассказывать своим близким. Всё было покрыто 25-летним грифом «Секретно». Серик Нукенов отправился на службу в 18 лет и вернулся через два года с проблемным здоровьем. Его мучили головные боли, артериальное давление и галлюцинации тех событий. Последние 8 лет мужчина не может передвигаться. Мы пришли поздравить своего полчана, участника ядерных испытаний, инвалида первой группы Нукенова-Серика, грамотой Акима области. Мы с ним познакомились, с Сериком, инвалидом первой группы. Вместе мы служили, вместе ехали в дороге, познакомились. И так два года мы вместе провели на ядерном полигоне. Участвовали в ядерных испытаниях. 25 лет давали они разглашение военной тайны. Но мы выполнили свой долг перед Родиной. Половина нет ребят. Мы с Павлодарской области призвались 95, а осталось 27 человек. Служили ветераны в подразделении особого риска, которое занималось обслуживанием ядерного арсенала, эксплуатацией спецтехники на территории полигона. По мнению сестры Серика Нукенова, все его заболевания связаны с данной работой. Сейчас, как инвалид, он получает всего 80 тысяч тенге. И этого не хватает на обычную жизнь. Также почетные грамоты от имени партии Аманат и Акима Обуси получили и другие ветераны общественного объединения. 29 августа исполнится 32 года со дня подписания указа о закрытии Семипалатинского полигона. У ветеранов одно пожелание – приравнять их к ветеранам Великой Отечественной войны и предоставить им соответствующие льготы. Ермек Сапаров, Арман Якубов, Ерты Сахпарат.